Убежала я быстренько на хозяйство. У меня поросята убежали из электропастуха, которая завалила снегом. Я все еще думала, убегут они или не убегут у нас. Убежали. В итоге, пока проносилась, пробегала, не успела вам заснять концовочку, теперь будет начало этого видеоролика. Варим халуми. Халуми варился у меня полтора часа в сыворотке при температуре 95 градусов, очень красивые головки. Сейчас я их погружаю в холодную воду. И что я буду с ними делать дальше, я тоже покажу поэтапно. Собственно, в холодную воду мы погружаем только для того, чтобы можно было взять их в руки. И я, наверное, небольшое количество выловлю, сделаю, а потом следующую. Работать надо с халуми быстро, но эффективно. А дальше мы просто достаем халуми. Видите, я уже могу их брать руками, потому что они уже чуть-чуть подостыли. Но сильно остывать ему не надо, потому что сейчас мы будем его резать и насыпать туда мяту. Когда будет нарезаться халуми при жарке, будет такой же результат. То есть, в середине мята. Вот. Ну и холодная вода дает возможность не обжигаться. Потому что даже когда работаешь в перчатках, все равно все-таки кипящая сыворотка. Вот так у меня полежит халуми в формах, чтобы оно... Ой, блин. Ладно, бывает. Вот так у меня полежит сыр халуми в формах, пока не остынет целиком. Потом уберу его в холодильничек. А потом мы его порежем и пожарим. И посмотрим еще раз, что это за чудесный такой кипрский сыр с солью и мятой. Выглядит очень аппетитно. Близким планом снимаю. Как вы понимаете, приготовить его оказалось очень и очень просто. Главное научиться этой технологии, учесть все нюансы. Ну а я в прошлом видеоролике показывала все от начала до конца, а сейчас уже конечный фактический результат. Если у моих зрителей остались еще вопросы по приготовлению халуми, вы, конечно, можете писать мне комментарии. Я сниму вам отдельный ролик. Головки у меня получились в среднем 330 грамм, но есть и поменьше. Я не очень их равномерно утрамбовывала по факту. Надо было больше. В следующий раз буду больше утрамбовывать. И я пожарю... И я, конечно же, пожарю этот прекрасный сыр на камеру. Покажу вам, как он у меня получился, какой он на срезе и покажу, как мы его будем вакуумировать. Вакуумируем по две головки. Может быть, стоило и по одной головке вакуумировать, но вроде неплохо получилось. Грузимся. Грузимся в шаранчик такой большой коробкой. Коров сегодня первый день выгнала погулять. Они на меня смотрят, вот стоят вот так вот, строим. И говорят, хозяйка, ты что, с ума сошла? Нам зачем тут гулять-то? По снегу топтаться. Сейчас мы вам дадим сено. Вот наша умочка, которая телилась. Так. Эй, холодно, да? Давай, 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 давай. Вон, какой у нас вымечка умки. Большое, красивое. Давайте, давайте, давайте. Давайте, девчонки. Всем привет, мои дорогие друзья. Это я так быстренько, скоренько вам тут все показываю, рассказываю, потому что сама собираюсь тоже ехать в дальнюю-дальнюю поездку. Поедем в другую область, поедем далеко, но куда точно не скажу, а то еще выследят меня ненавистные хейтеры и что-нибудь сделают нехорошее кому-нибудь или мне, или тем людям, к которым я сейчас еду. А вот зачем я туда еду, вы узнаете чуть позже. Ох, неужели, 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 но мы уже дома. Ура! Всем привет, мои дорогие друзья! Я решила снять на следующий день продолжение, потому что, ну, уже приехали совсем поздно, выгрузили поросят, покормили, попоили их, спать легли. И я в том числе. Сейчас мы идем смотреть, как освоились поросятки, потом идем на управу, расскажу вам и покажу своих маленьких телят. Очень много вопросов по коровам сейчас мне поступают в личку. Ну, в общем, чтобы здесь не мерзнуть, у нас начинается метель и холода крестьянин торжествует, хотела сказать. В общем, погнали в сарай. Заодно покажу вам, как освоились маленькие поросята в клетке. Привет, свинья! Привет, привет! Меня ждет тут навоз долгожданный. Так, а там наши малявошные. Так, что-то они выпихнули кормушку. Видите, у них тут шторки. Ой, 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 привет, народ! Народ, вы как? Так, поросяткам я наливала молока, но они все выпили. Кормушка маленькая, а там у них зерносмесь. Сейчас мне должны привезти комбикорм для маленьких поросят. Пурина, буду им кормить первый месяц, может, полтора. Здесь в сарае очень и очень тепло. Здесь у меня бык, телочки. Конечно, хотелось бы, чтобы тут все было чисто и убрано, но, к сожалению, уже кроме меня некому этим заниматься. Спасибо всем, кто даже ненадолго ко мне приезжает помогать. Вот, жаль, что нет помощника на постоянной, так сказать, основе. Вот, чтобы, видимо, Оля не расслаблялась. Да, приезжают ненадолго, уезжают. А мне, значит, дальше греби навоз за своей скотиной. Ну, сейчас мы пойдем в коровник. Да, телку забыла показать. Хотела сказать. Сейчас пойдем в коровник, а у меня уже здесь тоже коровы. Тоже коровник, значит. Маленькую телочку я переселила вот сюда. Вот в этот загончик. Елка, привет. Она прям совсем подросла. Посмотрите, какая красавица вообще. Большущая, большущая девочка. Большущая, ей скоро три недели. Она пьет по 4 литра молока в день за раз. То есть в день у нее 8 литров. Это ж такая морда какая, а? Ты посмотри, какая она мордочка. Такая замечательная, да? Мне для тебя ничего не жалко. Кушай, кушай. Расти красивой большой коровой. Сейчас пойдем смотреть. Бычка с вами. Он уже за эти пару дней тоже подрос. Кушает очень хорошо. Кстати говоря, его уже забронировали. Да, я понимаю, что продаю я его очень дешево. Но для меня это сейчас выгодно. Продать быстренько бычка. Потому что молочко, которое он пьет, мне самой очень и очень нужно на продажу. Коровки мне уже приготовили здесь своего добра. Вот. И бычок уже, кстати, мычит. Уже хочет кушать. Но пока мы здесь не почистим всех взрослых, не покормим. Молодняк, естественно, ну, как говорится, ждет. Что поделать. Вот такой говорливый мальчишка. У меня сейчас, наверное, будет потеть камера. Может, и не будет. На улице холодно. В помещениях тепло. Здесь прям очень тепло. Здесь градусов 25. Здесь даже жарко. Такой вот глазастенький. Красивый такой, да, мальчонка. И его уже совсем скоро заберут у нас. Хороший хозяин, говорят, собаку в такую погоду не выгонит, да? Или что там говорят-то вообще? А я вот выгоняю животных, подвигаться, размяться даже в метель ненадолго. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Отходи. Дима Торзок. Смотрите продолжение в следующей серии. Входим! Заходим, заходим, заходим. Заснеженные коровы. Снежная королева. Чуть-чуть подышали свежим воздухом, а то хорошо. А, это умочка моя, умочка. Кушай, кушай. А что ты, моя хорошая? Так, следующее. Осторожно, не перевернись. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Звук. Звук. Кушать. Ну как, классно? Нравится? Я тоже. В общем, это очень богатый. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...